Привет! В этом видео я играл за полицейского на Биброграде, участвовал в проведении суда и даже смог попасть в видео скрипача. Как это произошло, вы увидите в самом ролике. Не буду вас затягивать. Лайк, подписка, комментарий. Спасибо! К стене я встал, лицом к стене я встал, раз, к стене два. Развернешься тебе это зерно. Что вы делали? Он пытался меня награбить. Я у вас даже увидел историю. Ай-яй-яй. У вас имеется лицензия на оружие. Честно. Нет, давай. У вас нет, хорошо. Честно. Гражданин, лицом к стене. А, ой, сейчас я тут разговариваю, я не заметила, сейчас. Надо лицом к стене. Проверка на нелегал. А я только вышел, у меня нет. Да, я с ним не буду. Молодой человек, у вас имеется негально оружие, будет арестовано. Я знаю, я только пришел за эту. Остановись, не дергайся. Или я применю тайзер. А, я забыла, я не забыла, я забыла, что я не забыла. Да, я забыла, что я не забыла, что я не забыла. Я не забыла, что я не забыла. Пусть. Пусть. Ты, блин. Блять. Пухуй. Молодой человек, добрый день. Лицом к стене встаньте. Я на вокзале. Я на вокзале. Нет, вы не на вокзале. Я на вокзале. Это как бы окрестностей вокзала. Здесь можно стоять. Здесь можно стоять. Ну ладно, попробуй. Попробуй мне здесь расставать. Попробуй здесь. К стене лицом. К стене лицом встаньте. Что такое сделать-то? У вас имеется нелегальная ружья. Вы будете арестованы. Как не задолбал я, чтобы к миру сходить не из чего, а? Куда ты уходишь? Неподчинение. А, не причинение. Ты мне не сказал. Да нет. Он боюсь. Как же не плохо, лох. Лох. Нет, похрен. Лох. Иди поплачь, иди поплачь, лоха. Иди поплачь, иди поплачь. Поплачь, иди поплачь. Иди поплачь. Молочный зуб агент на месте. Капец. Сколько же ненависти у него проснулось. Ужас. Да-да-да. Промашина вымесила. Да-да-да. Провак очки. Добрый день, молодой человек. Сюда. Лицом к стене встал. Почему? Почему вы не подчиняетесь? А, домой бежали. Хорошо. Я домой бежал. Абсолютно тебе поверил. Баля, что тут происходит-то? Баля, здорово, баля. Ну и ценер, чего ты добился? Вот. А что он хотел, баля? О, мы такие железные братки. Братаааа. Братаааа. Братааа. Ух ты, баля. С оружием, баля. Ой, баля. Не надо на меня, баля. Я попался на крючок. Вот так легко можно отлететь в бан. Ведь по логике DarkRP серверов, ты можешь использовать тайзер как оружие самообороны. И в дальнейшем его посадить в тюрьму за попытку покушения на госсотрудника. Не так ли? А вот, к сожалению, правила Беброграда так не думают. Заходим на страницу правил и ищем правила тайзер. И читаем первый подпункт. Запрещено использовать тайзер в бою. То есть вы не можете использовать тайзер или его доставать, когда на вас навели оружие. Поэтому, если вы новичок, вы должны о таком всегда знать. Продолжаем. Ух ты. Ты не против этого два капельта? И вот он наш гость. Его зовут пернатый. Экей скрипач МП4. Которого поймали за многократное получение взяток в тюрьме. Суд длился более 30 минут. И сейчас я вам покажу самые не скучные моменты. Погнали. Ну, если надо, конечно, если ты сам не сможешь. Да, есть. Посадимый по центру адвокат справа от меня, пожалуйста. Значит, человек, который подавал иск. Объясните ситуацию. Данный человек. Меня посадили в тюрьму, потому что я находился в розыске на тот момент. И получается, я прохожу, и тут Батон говорит шоу. Потом такой, 10 отработок равно 10 тысяч. И это он трём людей говорит. Они могут доказать, но одного, к сожалению, всевышние силы забрали и удалили на 15 минут. Подсудимый, что вы скажете? Я, как обычно, проводил обход всех камер при поступлении новых заключенных. Я узнаю, за что конкретно каждый был арестован и какой срок ему сидеть. И у каждого я, естественно, спрашиваю, хочет ли кто-то выйти досрочно. Если человек хочет выйти досрочно. Я предоставляю им такую возможность. В данный момент, точнее тогда, мы застраивали блок тюремный. И они могли принять участие в этой застройке тюремного блока. За что они были бы поощрены. И, может быть, наказание их смягчилось бы. Либо они бы чаще выходили на прогулки. Я им сказал, что 10 отработок, то есть надо будет делать одни и работы, другой и работы. И таким образом сделать 10 отработок и, получается, освободиться от целого наказания несколько раньше, чем другие. В тюрьме из-за этого начался балаган. Все начали кричать о том, что... Вот все, кто находился в той камере, все начали кричать о том, что я якобы беру взятки. Один из них улетел уже за клевету в сторону госсотрудника и за неподчинение приказам. Потому что им было приказано вести себя тише, ибо пришла полиция по одному из заявлений. И надо было как-то разбираться, но без лишнего шума. Потому что просто-напросто людей не слышно было. Я отдал приказ человеку вести себя тише, он его не подкрутил. Сейчас я понимаю, он ничего не зарабатывал. Ну, чай сделаю. Дело будет закрыто по недостатку доказательств. Также, если же у вас имеются какие-то претензии к участникам данной ситуации, то есть к милиционеру, который задержался, вы можете подать иск, он будет полностью разобран. Но, повторяюсь еще раз, из-за недостатка доказательств, с первой и второй стороны дело закрывается. Если же будут какие-либо доказательства, либо же претензии, переподаете иск, я его заново разбираю. Продолжение следует...